Татьяна Буланова – яркая исполнительница 90-х и 2000-х годов, запомнившаяся слушателем шлягерами «Мой сон», «Мой ненаглядный», «Не плачь», «Ясный мой свет» и многими другими. Бывшая участница группы «Летний сад», многократная участница «Песни года», лауреат премии «Овации» с 2004 года, заслуженная артистка Российской Федерации. Татьяна появилась на свет 6 марта 1969 года в Ленинграде. Отец Иван Петрович Буланов служил минером-торпедистом в одной из северных военных частей. С появлением ракетных подлодок он стал одним из первых командиров ракетной части. В 1990 году он ушел в отставку в звании капитана первого ранга. Умер от онкологии 8 лет спустя. Татьяна в те годы уже авторитетная певица, едва успела вернуться с гастролей, чтобы попрощаться с отцом. Мама Тани, Нина Павловна, работала фотографом, но вскоре после рождения дочери стала домохозяйкой. Ведь помимо новорожденной малышки в семье подрастал 12-летний сын Валентин. Именно старший брат привил Татьяне любовь к музыке. Познакомил ее с творчеством The Beatles. Научил брать аккорды на гитаре. Валентин продолжил дело отца и стал подводником. Мама певицы умерла в 2017 году, через месяц после 85-летия. В школе девочка училась хорошо, но держалась несколько отстраненно от одноклассников и помимо оценок ничем не выделялась. В 1987 году Буланова окончила школу и по настоянию родителей начала изучать библиотечное дело в Ленинградском институте культуры. С первого курса она подрабатывала библиотекарем военно-морской академии, где тогда работал ее отец. Однако она не проучилась и трех курсов, когда поняла, что ее тошнит от учетных форм и пыльных корешков и поступила на вокальное отделение школы-студии при Ленинградском мюзик-холле. Возможно, эстрадной звезды Татьяны Булановой могло бы и не быть, если бы не случайная встреча с Николаем Тагриным в конце 1989 года. Молодой человек искал новую вокалистку для своей группы «Летний сад», куда также входили Андрей Боголюбов и Александр Порталимов. Знакомый педагог мюзик-холла посоветовал Николаю прослушать Таню. Тагрин заметил девушку на трамвайной остановке, подошел и предложил попробовать петь в группе. Конечно, та согласилась. 16 апреля 1990 года Татьяна дебютировала в составе группы в актовом зале Технологического института. А первой студийной песней, записанной при участии Татьяны, стала композиция «Девочка». Но главным хитом группы была, наверное, песня «Не плачь». Песня попала в ротацию радио, но Татьяну пока что не узнавали на улицах. Как-то раз она не выдержала и, услышав песню на улице, сказала стоящей впереди в очереди женщине, что это поет она. Та посмотрела на девушку, как на идиотку. Но уже летом 1991 года «Не плачь» взяла первый приз на петербургском конкурсе «Шлягер». Затем «Летний сад» пригласили в программу «Огонек», но уже с песней «Как жаль». Также в те годы была популярна музыкальная программа «Топ секрет», по сути, первый в СССР хит-парад. Режиссеру шоу очень понравились выступления «Летнего сада», и вскоре группа участвовала в каждом выпуске. Тексты и музыку к песням писали Тагрин и Боголюбов. Однако вскоре судьба свела Таню с Раймондом Паулсом, который стал одним из авторов «Летнего сада». Так, например, его песня «Синее море» вошла во второй альбом группы «Старшая сестра». Следом началась работа над альбомом «Измена», но выпуск состоялся лишь в 1994 году, так как Татьяна забеременела от Николая Тагрина, с которым сыграла свадьбу в 1992 году. После выхода альбома «Летний сад» стал рекордсменом по количеству проданных кассет в СНГ. В попытках построить сольную карьеру певица заключила контракт на запись альбома «Обратный билет» со студией «Союз». Музыку и слова песен ей сочинили Максим Дунаевский и Илья Резник. Увы, альбом был не так успешен, как ожидалось, поэтому Татьяна всерьез задумалась о смене имиджа. Результатом стал вышедший в 1999 году альбом «Стая», записанный в жанре рок-музыки, да и сама Буланова весьма удивила поклонников эпатажным образом в клипе на песню «Ветер пел». В 2000 году состояло знакомство с композитором Олегом Попковым, который помог на пути становления каноничной Булановой с незатейливыми, но ритмичными песнями, позитивными текстами и зажигательными танцами. Вскоре при участии диджея Цветкова вышел альбом «Мой сон». Заглавная песня с альбома покорила радио и телеэфиры. Первые пять лет нового тысячелетия прошли под знаком Булановой. Ее отличала феноменальная работоспособность. В год она могла выпускать по несколько альбомов. Три в 2001 году, «День рождения», «Летний сон», «Золото любви». Три в 2002 году, «Красное на белом», «Белое на красном», «Это игра». Потом темп «Немного спал». В год выходила по альбому «Любовь» 2003 год, «Белая черемуха» 2004 год, «Летела душа» 2005 год. Песня «Ты для меня чужой» прозвучала в сериале «Бандитский Петербург». Несколько ее композиций можно было услышать в улицах разбитых фонарей. В 2004 году она записала совместную песню «Дожди, пистолеты» вместе с группой «Звери». Однако в 2005 году в карьере певицы наступил спад. Возможно, он был вызван размолвкой и разводом с Николаем Тагриным, устройством личной жизни со спортсменом Владиславом Радимовым и рождением сына. В 2007 году Татьяна вернулась с альбомом «Люблю и скучаю». Затем в продажу поступила ее автобиография «Территория женщины». В 2011 году Буланова участвовала в проекте «Танцы со звездами» вместе с Дмитрием Лишенко. Пара стала фаворитом зрителей и выиграла конкурс. В мае 2012 года Татьяна Буланова стала ведущей реалити-шоу «Между нами девочками», которое выходило на Первом канале. В 2015 году вышел первый за долгое время альбом «Пусть будет мир». Личная жизнь. В 1992 году певица вышла замуж за лидера группы «Летний сад» Николая Тагрина. В 1993 году на свет появился их сын Саша. Супруги были друг с другом 24 часа в сутки. Пережили и годы бедности, и время, когда Слава Булановой затмила остальных участников коллектива. Отойдя от выступлений, Николай стал продюсером певицы. Союз был крепким, счастливым и долгим, что редкость в шоу-бизнесе. Супруги прожили вместе 13 лет, но потом Татьяна, по ее собственным словам, все разрушила, влюбившись в капитана футбольной команды «Зенит» Владислава Радимова. В 2005 году Буланова подала на развод. Николай тяжело переживал этот период, выкинул из квартиры все, что могло напоминать о Тане. Перестал общаться с их общим сыном и бывшей женой. Позже он остыл. И сейчас бывшая муж и жена поддерживают дружеские отношения. Сразу же после развода с Тагриным Татьяна вышла замуж за Владислава, который был на 6 лет младше своей избранницы. В 2007 году у супругов родился сын Никита. Татьяна и Владислав жили душа в душу 11 лет, но в конце 2016 года СМИ сообщили, что пара разводится. В качестве причины в некоторых источниках указывались измены бывшего футболиста. Правда, еще два года бывшие супруги жили в одной квартире, вместе воспитывали сына. Буланова сообщила, что Радима все равно остается для нее родным человеком и может рассчитывать на ее поддержку. Старший сын Татьяны человек весьма скромный. Он не стал пользоваться возможностями, которые ему сулили звездный статус мамы и связи отца, с которым, впрочем, у Александра долгое время были натянутые отношения. Молодой человек окончил институт по специальности технология питания, работал бариста. Младший сын Никита еще учится в школе. Говорить о будущей профессии ему пока рано. У него очень хорошие отношения со старшим братом. В июне 2023 года Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал бизнесмен Валерий Руднев, который младше Татьяны на 19 лет.